Приветствую! Вторая часть важности йоги для здоровых суставов и опорно-двигательного аппарата. Итак, вот это значит, получается, межпозвоночная жидкость идет определенная, которая там, вот она в принципе как смазка, она начинает вытекать потихоньку, и потихоньку начинает просто костенеть, то есть человек, как вот знаете, баба яга, костяная нога. Ну вот как бы это ни звучало, вот наверное у нас вся мудрость в сказках. Почему это происходит? А, происходит боль от чего? Защемление нервы идет. И вообще боль именно почему происходит? И вот, то есть у человека ослабевают мышцы, и он начинает ходить на костях, как я всегда говорю. Вот он идет на косточки, то есть вообще-то при ходьбе мы используем мышцы. Должны использовать мышцы и опорно-двигательный аппарат, то есть кости. А тут получается, что мышцы уже слабые, вялые, либо, допустим, травма какая-то произошла, то есть мы уже чуть, вот я даже сейчас, получается, не могу лежать на спине, лежу на боку, либо хожу, но я тоже долго не могу. Сижу тоже как бы на боку, у меня уже начинает болеть. Вот где крестцово, вот этот отдел, позвоночник, как он называется, крестцово-поясничный отдел, у меня уже там начинаются боли, я уже начала пояс свой дримтера использовать, ну, точнее, это пояс мужа, мне он, в принципе, не особо был нужен, но пришлось использовать. Так вот, йога помогает растянуть эти мышцы, растянуть расстояние между позвонками, и грыжа, она никуда не уйдет. Вот грыжа не вылечится до конца никогда, она уже все появилось, но она будет уменьшаться в размерах. То есть, или маленькая грыжа, или грыжа, да, допустим, 11 мм, или она, допустим, 3-4 мм становится. Вот поверьте, вы встанете на ноги, через какое-то время мы тоже мужу сделаем МРТ, она обязательно уменьшится. Сделаем, я тоже об этом расскажу. Я вообще хотела курс показать этот йоги на себе, пока не могу. Дочка тоже не все понимает, муж пока отказался, в общем, не общий, ну, такой человек. Он не хочет быть на виду. Это его право, я это уважаю, поэтому не могу пока показать, покажу позже на себе. Он снимет, я покажу. Итак, я себе немножечко еще добавлю там упражнение, то есть немножко не такой вот курс, но почти похожий. Вы можете тоже адаптировать под себя. Вы должны натренировать эти мышцы, то есть они должны быть всегда, вот мышцы должны быть в тонусе. То есть найдите для себя какую-то йогу ЛФК, делайте ее пожизненно. Вот просто пожизненно. Но я вас, знаете, вот то, что, допустим, я раньше танцами занималась, кто-то не занимался для здорового позвоночника. Нужно делать всем йогу ЛФК, вот уже всем после 40 лет. То есть там не расстраивайтесь, что вы чем-то там занимались. Им, значит, не надо этим заниматься, этой йогой. Вам надо? Нет. Нужно всем, кто хочет иметь здоровые суставы и опорно-двигательный аппарат. Всем удачи!